Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу выразить благодарность организаторам нашей конференции, прежде всего Анатолию Болеславовичу Смулевичу и Марине Антиповне за возможность выступить перед вами и за приглашение. Правда, я собирался выступить совсем по другой тематике. Пусть для вас это будет неожиданностью немножко так. Уважаемые коллеги, я думаю, что сегодня для многих из вас, как и для меня в том числе, которые находятся в этом зале, в общем, вы прослушали целый россыпь прекрасных, интересных докладов. Скажем, первая часть этой конференции была посвящена проблемам, так называемой, большой психиатрии. И самое главное, большой психиатрии тоже прозвучали такие очень интересные акценты, как исторические аспекты этого вопроса, тончайший анализ психопатологии, который, как всегда, представил Анатолий Болеславович, а потом, в последующем, интересные работы, касающиеся биологических основ, которые, Татьяна Павловна, были представлены Игорем Викторовичем Боевым. Я не хочу комментировать эти доклады, я просто хочу сказать, что вот в октябре собирается Союз охраны психического здоровья, где собирается обсуждать и проблемы образования. В том числе собирается обсуждать вопрос, как обучать вообще психиатрии. Той психиатрии, которую нас обучают, раньше, помните, была интернатура годичная, потом двухгодичная ординатура, конечно, этого времени явно не хватает для подготовки современного врача-психиатра, поскольку подготовка врача-психиатра, как вы сегодня увидели, должна быть очень многогранной. Это касается, прежде всего, как вы видите, нейробиологических, нейрохимических, фундаментальных основ понимания человека как единого целого. И, по сути, вот это второе отделение посвящено проблеме психических расстройств при соматической и психосоматической, так называемой, патологии, что Валерий Николаевич прекрасно сегодня представил. И самое интересное, уважаемые коллеги, я вам рекомендую действительно купить книгу Анатолия Болеславовича, потому что такого детального анализа психических расстройств при психических, аффективных расстройствах при психических заболеваниях, в том числе общей врачебной практике соматической, вы нигде не увидите. Это, на самом деле, вот сегодня доклад Марии Антипиной был как раз посвящен проблеме изучения аффективной патологии психических расстройств при онкологии. Обратите внимание, уважаемые коллеги, если большая психиатрия, она больше нозоцентрична, там важным является больше диагноз, то так называемая малая психиатрия, хотя она по объему не уступает, конечно, большой психиатрии, большое внимание уделяется личности как таковой. Даже сегодня те синдромы, которые перечислила и описала Марина Антипина, они касаются того, что болен-то ведь реальный человек с конкретными проблемами, и мы забываем очень часто, что лечим мы не синдром, а больного человека. Пусть я говорю достаточно известные вам вещи, но большинство из нас не имеет той подготовки, которая необходима для лечения больных, страдающих с аматофорами, психосоматическими и с амато-психическими нарушениями. Это требует отдельной подготовки. Почему я и говорю насчет длительности необходимости обучения изменения психиатрии. Уважаемые коллеги, моя тема сегодняшнего выступления посвящена очень кратко. Я расскажу о воспалительных заболеваниях кишечника, те психические расстройства, которые могут возникнуть при воспалительных заболеваниях кишечника. Дело в том, что удельный вес больных с воспалительным заболеванием кишечника достаточно быстро распространяется, и самое главное, что он касается лиц трудоспособного молодого возраста. И, по сути, два таких заболевания, о которых не так много написано, это при болезни крона, неспецифическом язвенном колите, очень быстро наступает инвалидность первые пять лет болезни. Кроме этого, в последние годы большое внимание уделяется не только психиатрии, но, прежде всего, общесоматической медицине, пониманию так называемого качества жизни больных. Очень часто мы забываем, что целью лечения является не устранение симптома, а синдрома, а улучшить действительно качество жизни больных, чтобы они могли вернуться в социум, к прерванной социальной, психологической активности, чтобы у нее наладилась нормальная жизнь. Поэтому очень важным является то, что воспалительные заболевания кишечника, о которых я сегодня буду немного говорить, они приводят к изменениям и психической сфере, и, прежде всего, быстрой социальной дезадаптации. Значит, очень кратко, уважаемые коллеги, у меня не будет времени останавливаться. Я специально вот под красным выделил характерные особенности язвенного колита. Я думаю, что не все вы помните, что такое язвенный колит, да. Ректальное кровотечение с примесью слизистой гнойного отделения. Обратите внимание, здесь воспалительный процесс распространяется в пределах слизистой оболочки кишечника. Это достаточно важно. Диарея очень упорная, носит характер до 40 раз в сутки. Также больных могут беспокоить тенезмы, спастические боли в животе. Прошу прощения. Течение – это хронические заболевания, уважаемые коллеги. Обратите внимание, чем опасно. В течение 10 лет после установления диагноза каждому пятому больному проводят колоктомию, то есть удаляется часть толстого кишечника. Этот процент увеличивается до 30% в течение 25 лет. То есть это тяжелое инвалидизирующее заболевание на самом деле. Болезнь крона. Сегодня уже Валерий Николаевич говорил об этом как полимодальном заболевании. Отличается тем, что воспаления трансмуральные, гранулематозные, с сегментарными поражениями как толстого кишечника, иногда комбинированно может поражаться и тонкий кишечник. И поэтому клинические картины на первое место возникают боли в животе. Но в связи с тем, что воспаление носит трансмуральный характер, то те обменные нарушения, которые возникают при болезни крона, намного тяжелее, чем при язвенной колите. Хотя язвенный колит сам по себе, по клинике намного тяжелее, чем болезнь крона, но болезнь крона характеризуется тем, что возникает системное нарушение во всех системах организма. Вот если очень кратко себя представить, человек, который по 40 раз, извините, вынужден ходить в туалет. Как ему социально функционировать? Нарушается взаимодействие в семье, нарушается сексуальная жизнь, нарушается трудоспособность этого человека. Он не может выходить на улицу, он боится выйти на улицу. Если мы с вами возьмем болезнь крона, то очень часто сопровождается очень серьезным повреждением. Слайды я потом покажу. И поэтому это заболевание, в общем-то, тоже быстро инвалидирующее заболевание. Синдром раздраженного кишечника, о котором, наверное, вы слышали, считается вообще функциональным заболеванием. Сейчас есть термин биопсихсоциальное заболевание, в настоящее время широко применяется. То есть считается, что синдром раздраженного кишечника часто бывает без органического поражения кишечника. Особенность наших исследований здесь заключается в том, что у больных язвенным колитом и болезнью крона в период ремиссии наблюдался так называемый тоже синдром раздраженной кишки. Но не в том классическом понимании, а подобный синдром. Есть римские критерии диагностики болезни синдрома раздраженного кишечника. Обратите внимание, боли, которые купируются после актодификации, ассоциируются изменением частоты стула и изменением формы кала. На нем подробно не буду останавливаться, пожалуйста, посмотрите. Запоры, диарея, два варианта, которые очень часто встречаются у наших больных. Вот эта характеристика была необходима понять, что там происходит дальше с больными. Было обследовано 502 больных, из них синдром раздраженного кишечника, подобного синдрома 138 больных, пациенты воспалительным заболеванием кишечника 180, из них язвенным колитом 107 и пациенты болезнью крона 73. Применялись опросники для оценки качества жизни и оценка психического состояния. Две группы. Если посмотреть подробно, у вас не будет времени, я просто хочу сказать, что в этих группах они по своим социально-психологическим характеристикам больны с болезнью крона и язвенным колитом практически не отличались. Поэтому у нас была возможность сравнить частоту и степень выраженности тех или иных психических расстройств при этом заболевании. Значит, кроме того, вот эта группа синдром раздраженного кишечника, наподобие этого, значит, они также отличались от той группы тем, что здесь удельный вес лиц женского пола было два раза больше, чем лиц мужского пола. По остальным параметрам они практически не отличались. Уважаемые коллеги, пожалуйста, посмотрите, просто чтобы иметь представление, язвенный колит может повреждать любой отдел кишечника, толстого кишечника, прежде всего, тотальный, левосторонний, проктит, внекишечные проявления артроза, болезнь Бехтерова, снижение психических активных нарушений, функции поражения глаз, поражения печени, поражения кости и другие симптомы, основные симптомы, которые характерны для этого заболевания. Качество жизни больных. Здесь, уважаемые коллеги, чтобы было понятно, чем ниже показатели, тем тяжелее протекает, ну, тем хуже качество жизни этих пациентов. Поэтому, значит, два опросника есть IBDQ, так называемый краткий опросник, который позволяет оценить качество жизни по физическому и психическому здоровью. Как вы видите, при язвенном колите наибольшие и худшие показатели по физическому здоровью и лучшие показатели по психическому здоровью, которые проявляются также по другому опроснику и по эмоциональной составляющей этого опросника. Для того, чтобы понять, насколько психическое расстройство обусловлено качеством жизни самим заболеванием, необходимо было посмотреть на длительность процесса, внекишечные проявления, основные симптомы. Как вы видите, на самом деле, очень интересным является то, что чем больше повреждается кишечник, это психологически, и понятно, что тотальное поражение приводит к более низкому качеству жизни, конечно, как и степень выраженности основных симптомов. Клиническая длительность болезни. Как вы видите, вот здесь есть очень интересная вещь, что, значит, в течение первого года, если качество жизни относительно хорошее, то в последующем течение первых пяти лет ухудшается, а потом возникает некая адаптация, ухудшается качество жизни. Конечно, инвалидность ухудшает качество жизни намного, как вы видите, как и тяжесть основного процесса. Вот здесь очень интересно, уважаемые коллеги, когда я вам говорил о том, что это же люди, которые живут реальным временем, они живут в семьях. Посмотрите, пол, как оказывает влияние на качество жизни. Среди женщин качество жизни, показатели качества жизни хуже, удельный вес с низкими показателями качества жизни составляет почти 50%. Насколько социально адаптировано, работающий или не работающий, материальное положение, находящиеся в браке, то есть, когда больной находится в счастливом браке, поддержка, социальная поддержка оказывает серьезное влияние на улучшение качества жизни этой категории больных. Конфликтные взаимоотношения с супругами, конфликтные взаимоотношения с детьми, психические травмы детского возраста, так как это все они действуют на конкретного человека, который болен еще вдобавок к тяжелым заболеваниям, конечно, оказывает очень серьезное влияние. Поэтому понятно, что когда мы говорим о этих заболеваниях, как биологических, с одной стороны, соматических, с другой стороны, как стрессообусловленных заболеваниях, вот с Валерием Николаевичем обсуждали этот вопрос, конечно, скорее всего, особенно это касается болезни Крона, это генетически сцепленные компоненты, которые ухудшают состояние больных. Болезнь Крона, тоже, уважаемые коллеги, не буду останавливаться на всех характеристиках, здесь они вам даны, зависят от локализации, от степени выраженности основных симптомов, если перфорации кишечника нет, какие симптомы, которые приводят к ухудшению состояния больных. Вот если вы посмотрите показатели качества жизни пациента в болезни Крона, то здесь все наоборот. Пожалуйста, посмотрите, что психическое здоровье по качеству жизни наиболее низкое у больных с болезнью Крона по сравнению с язвенным колитом, что проявляется в достаточно низких показателях эмоциональной и социальной составляющей, в то время как физическое здоровье, так как клинические проявления, они намного легче, чем, хотя приводят к более серьезным, тяжелым обменным нарушениям и системным поражениям, все же они сказываются непосредственно и на качестве жизни больных. Каким образом осложнения, инвалидизация и длительность болезни влияют, они примерно одинаковые. Теперь, значит, мы с вами, если посмотрим влияние социально-демографических характеристик, то примерно та же самая возникает ситуация. Если сравнить вот анализ показателей качества жизни пациентов язвенным колитом и болезнью Крона, как вы видите, имеется разница большая по психической составляции. Прежде всего, это 47,3, как вы видите, у больных с болезнью Крона, так и при язвенном колите, это показатель лучше, так. То же самое показатели показывают, что в большей степени страдает эмоциональная составляющая. Теперь частота психических расстройств. Уважаемые коллеги, я не буду делать анализ, как Марина Антиповна делала, потому что это скрининговый анализ, и мне важно было показать, каким образом сама тяжесть, особенности клинической картины соматического заболевания, взаимодействие с социально-демографическими характеристиками, оказывает влияние на частоту психических расстройств. Как вы видите, наиболее частыми встречаются, конечно, здесь два компонента – тревога и депрессия. И вы видите, что есть разница по полу, хотя достоверно разницы при депрессии, при болезни Крона не выявляется. То есть депрессия, если чаще встречается у женщин с язвенным колитом, то частота депрессии при болезни Крона у мужчин и женщин примерно одинаковая. По остальным параметрам, как вы видите, лица, кроме обсессивно-фобических нарушений, которые также, оказывается, чаще встречаются у мужчин. В зависимости от уровня образования, как ни странно, с одной стороны, а с другой стороны, очень важным является наш социальный статус, и, конечно, в общем-то, тяжелые заболевания на лист с высшим образованием оказывает большее влияние. Дальше. В зависимости от того, находятся они в браке или не в браке. Также вы видите разницу есть у лиц, которые находятся в браке. Они социально более защищены, если нормальная семья. Они замужем, не женаты, одинокие люди, чаще подвержены к возникновению как тревоги, депрессии, остынии, так и других расстройств невротического спектра. В зависимости от взаимоотношения в семье, а я об этом уже говорил, как и качество жизни, так же и степень выраженности тревоги, депрессии, как и расстройства невротического уровня, статистически достоверно отличается, чаще встречается в конфликтных семьях. Частота в зависимости от тяжести заболевания. Вот здесь очень интересным является то, что тяжесть заболевания, только при легком, при тяжелом заболевании, частота тревоги и депрессии выше, а во всех остальных случаях, когда средняя тяжелая степень, легкая степень выраженности, симптоматика, остыния, тревоги и депрессии примерно оказываются одинаковой, как и вегетативное нарушение. Зависимостью от стадии заболевания, так же вы видите эти нарушения, не буду подробно, зависимостью от наличия вне кишечных проявлений, дальше, зависимостью от наличия осложнений, тоже имеется, как вы видите, разница между частотой психических нарушений. И это данные диагностического опросника, который показывает, что степень, в целом, если править общую популяцию, то частота и степень выраженности психических нарушений у больных с болезнью крона выше, чем у больных с язвенным колитом. Таким образом, несколько слов отношения СРК-подобный синдром. Казалось бы, у больных в состоянии ремиссии с воспалительным заболеванием кишечника психические расстройства и качество жизни должно быть лучше. Но оказывается, что именно как раз в период ремиссии у них может развернуться СРК-подобный синдром, который ухудшает как качество жизни, так и показатели, видите, общей невротизации, которые характерны для этих сравниваемых групп. Таким образом, полученные результаты показывают, что когда мы говорим о соматопсихических взаимоотношениях, очень важным является понимание того, что это действительно полифакторные заболевания. Причем доля и роль психических расстройств в одних случаях зависит в большей степени от биологических факторов, в других случаях зависит от социально-психологических параметров. Вот если учитывать эти компоненты, необходимо их реализовать и в процессе реабилитации и лечения больных. Я простой пример могу привести. Когда-то в Казани мы в структуре многопрофильной соматической больницы, это было в 80-е годы, создали отделение, психосоматическое отделение. Оно не было востребовано, считали, что это инородное отделение. Вот за эти 18 лет, за эти 18 лет, которые, 38 лет, прошу прощения, которые мы работаем в этой клинике, теперь в других отделениях, неврологических, хирургических, в отделении лор-патологии не представляют, как они раньше жили без психотерапевта. То есть это очень важный раздел нашей работы. Это, конечно, небольшая психиатрия, но это очень сложная психиатрия, потому что для того, чтобы работать в этой психиатрии, с одной стороны, нужно разбираться и в биологических основах соматических заболеваний, с одной стороны, с другой стороны, иметь хорошую психологическую подготовку, вот ту базовую подготовку, о которой сегодня мы с вами говорили. Я надеюсь, что одно, сделать хочу только маленькое замечание, очень часто мы обманываем друг друга и делаем вид, что мы этого делаем, хотя на самом деле этого не происходит. Я говорю о реализации приказа в отношении периодических и предварительных медицинских осмотров. Казалось, шикарный приказ, по которому мы можем провести действительно профилактическую работу по предупреждению психических расстройств раннего выявления для всех людей, потому что все люди, практически, которые поступают на работу по всем специальностям, они проходят психиатры. Ну, как они проходят психиатры, уважаемые коллеги? Это целая отрасль, которая занимается, в общем-то, на самом деле, в пользу больницы или в пользу частных клиник, просто, ну, выколачиванием денег у населения, и больше ничего. К сожалению, вот сегодня Игорь Викторович рассказывал в отношении аппаратуры, которая позволяет оценить многие составляющие. Вы смотрите, те даже специалисты, и среди вас есть, которые принимают участие, медицинских освидетельств, понятия не имеют, в каких условиях труда они работают. Каким образом эти условия труда приводят к возникновению каких психических расстройств? Ну, для того, чтобы мы могли связать эти психические расстройства условиями трудовой деятельности, так называемой экологической психиатрии, мы должны сначала получить паспорт психического здоровья этого населения. Делается у нас? Нет, это не делается. На самом деле, поэтому, и вот, чем больше мы будем, я думаю, что от каждого из нас зависит судьба и будущих поколений. Маленький ремарк не могу не сделать, меня, например, абсолютно не устраивает, когда мы увеличиваем народонаселение за счет детей инвалидов, которые рожаются с выраженной акушер-гинекологической патологией. Потом они попадают к детским неврологам, потом получается детская инвалидность. И вызывает аппарат президента, ругают за то, что у нас в России растет детская инвалидность по психическому расстройству. Вот эти три вопросы, конечно, требуют очень серьезного обсуждения. Спасибо. Благодарю за внимание.